МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города, дневной выпуск. Меня зовут Полина Чурсина. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах. Последствия стихии, с чего началось утро в ноябрьске после вчерашнего урагана. Не больше 6,5% с 1 июля на Ямале вырастут тарифы на коммунальные услуги. И за руль с новым удостоверением. В ноябрьске началась выдача обновленных водительских прав. Итак, ноябрьск избавляется от последствий стихии, которая вчера накрыла город. Сейчас оценкой масштабов трагедии занимаются специалисты ГОИЧС. И если они признают, что ситуация была чрезвычайной, то на восстановление домов будет задействован резервный фонд администрации города. Если же причиной поломки кровли и обшивок зданий стало некачественное обслуживание дома, то восстановительные работы полностью лягут на плечи управляющих компаний. О том, сколько времени понадобится ответственным службам на то, чтобы привести город в порядок, мы расскажем в вечернем выпуске программы «Новости нашего города». А пока кадры последствий ветреной погоды в рубрике «Без комментариев». АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... С 1 июля 2015 года ямальцы станут ежемесячно платить за капитальный ремонт. Депутаты Законодательного собрания округа в окончательном чтении приняли соответствующий региональный закон. Законодатели четко определили, когда, за что, кому и сколько нужно будет платить собственник многоквартирных жилых домов. Первое изменение коснется и платежек. В них появится новая строка «Закап ремонт». Отчислять средства нужно будет каждый месяц. Плата устанавливается из расчета 10,5 рублей за 1 квадратный метр общей площади квартиры. В среднем за двухкомнатную квартиру в панельном доме выходит около 600 рублей в месяц. Новая строка в платежках появится в 2015 году, а уже летом этого года нас вновь ожидает рост стоимости жилищно-коммунальных услуг. Тарифы изменятся с 1 июля. Об этом говорили накануне на аппаратном совещании в администрации города. Повышение коснется холодной и горячей воды и водоотведения. По прогнозам специалистов, рост не превысит 6 с небольшим процентов. Тариф на холодную воду для населения увеличится на 6,3%. На горячую воду на 1,7%. На водоотведение на 6,3%. Новые расценки уже утверждены Департаментом цен и тарифов ЕНАО. Так, плата за один куб холодной воды вырастет на 1,64 рубля и составит 27,72 рубля. Водоотведение подорожает на 2,37 рубля. Куб горячей воды будет стоить 99,96 рубля. Неизменной остается только цена на отопление. По-прежнему за гикокалорию будем платить 1204 рубля. Пока растут цены на жилищно-коммунальные услуги, в регионе меняется и размер прожиточного минимума. За последние три года рост составил почти 30%. В конце 2010 года прожиточный минимум на Ямале составил порядка 9,7% рублей. За год он подрос почти на 800 рублей. Самые незначительные изменения произошли в период с 2011 по 2012 год. А вот дальше случился скачок. Величина прожиточного минимума подросла сразу на 1600 рублей. Для сравнения, стоимость услуг ЖКХ в эти же три года выросла на 40%. 500 тысяч рублей именно такая сумма будет предоставляться на лечение детям с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил порядок выдачи и правила использования реабилитационного сертификата. Так сертификат смогут получить родители, чьи дети родились не раньше января 2014 года. Для получения финансовой помощи родители и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории Ямала. На денежную поддержку могут рассчитывать люди, которые приняли в свои семьи и детей с особенностями здоровья. При этом деньги могут быть использованы только для оплаты услуг по медицинской реабилитации в виде восстановительной терапии или реконструктивной хирургии. Госавтоинспекция Ноябрьска начала выдачу водительских удостоверений нового образца. Теперь в них указаны новые категории, а также подкатегории. Также в правах отмечается возможность управления машинами с автоматической или механической трансмиссией. В ГИБДД никаких проблем о выдаче новых удостоверений не видят, сам бланк не меняется. Важно, что никакого массового обмена прав не будет. Все удостоверения действительно до того срока, который в них прописан. Впрочем, никто не помешает желающим обменять права досрочно. В аварии на трассе серьезно пострадали двое жителей Ноябрьска. Днем во вторник в 20 километрах от Карамовского поста в сторону города столкнулись Ниссан Альмера и ВАЗ-2112. По данным сотрудников ДПС, водитель иномарки не учел погодные условия. Ниссан занесло, и его задняя часть оказалась на полосе встречного движения. В результате столкновения серьезно пострадал пассажир и водитель Лады. Четыре ребенка с начала года пострадали в авариях на территории города. Такие данные приводит сегодня ноябрьская госавтоинспекция. Очередное происшествие случилось 30 марта. В ДТП с участием Митсубиси и Лады 10 модели пострадала девочка 2004 года рождения. По словам матери, потерпевший ребенок был пристегнут ремнями безопасности. Госавтоинспекция, в свою очередь, напоминает, что использовать можно далеко не всякое детское удерживающее устройство. Госавтоинспекция города Ноябрьска напоминает водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров до 12 лет в салоне автомобиля, обязательно использовать детское удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Также за нарушение требований к перевозке детей, согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. 1 апреля, когда весь мир отмечал неофициальный праздник смеха, воспитанники детского сада Лукоморья в девятый раз провели ежегодный арт-подиум под названием «Очистим природу от мусора». В этот раз юные модельеры подарили вторую жизнь бытовым отходам. Здесь и рыцарь из фольги, и полярный мишка из полиэтиленовых пакетов, и олимпийская принцесса из конфертных оберток и использованных CD-дисков. По словам организаторов, мероприятие это хоть и шуточное, но поднимает серьезную экологическую проблему. Мой костюм, он самый лучший, в него вложены душа, диски, фантики, бумажки. Все, что выкинуть, могла. Я шоколад, и встречусь с вами рад. В арту я быстро таю и быстро исчезаю. Попробовать хотите? Пожалуйста, берите. На радость прекрасной половины человечества и мужчин, предпочитающих дарить любимым дамам подарки достойные, в Ноябрьске открылась выставка продажи «Мир самоцветов». Если вас потянуло к прекрасному, нужно сделать подарок любимой женщине или хорошему другу дорога вам в музейный ресурсный центр. Здесь до 6 апреля можно найти украшения на любой вкус. В приобретении ювелирных украшений много тонкостей. Никакое фото и видео не раскроет всех нюансов. Каждое из изделий нужно примерять. Лишь рассмотрев его со всех сторон, взяв руки, можно увидеть десятки тысяч оттенков, играющих на гранях камней. Вот у меня представленная бирюза. Это камень семейного благополучия, красоты, удачи и счастья. Те, кто ценит эксклюзивность, найдут здесь изделия ручной работы в авторском исполнении. Например, из радированного серебра, который со временем не потускнеет. Серебро в высшей 925-й пробы украшают аминистые топазы. А есть изделия и сразу с несколькими видами камней. Здесь оливины, хризалиты и цитринчики. Три камышка, то есть здесь вот эта высокая пайка такая красивая. И очень интересно они смотрятся. Необычные такие вещи. Имеется здесь и отдельная витрина с благородным жемчугом. Также представлен большой выбор янтаря. Есть вот такие уникальные вещи. Это, допустим, браслет. Представлен в данном виде. Это перламутр полностью и жемчужинки. Соответственно, все украшения в серебре. На выставке представлено около 4000 изделий различных наименований. Шахматы, нарды и змеевика и нефрита. Огромный выбор сувенирной продукции из натуральных камней. Увидеть всю эту красоту своими глазами, а главное приобрести. Настоящее произведение искусства жители города смогут до 6 апреля в Музейном ресурсном центре по адресу Советская, 82. Юлия Москалья, Григорий Куруптев. Новости нашего города. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Одежда ведущему предоставлена индивидуальным предпринимателем Галиной Копач. Магазин «Каприс». Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 2 апреля в Саликарде Ясный. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура минус 7 градусов. В Муравленко без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура минус 6 градусов. В Ноябрьске переменная облачность. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура минус 6 градусов.